В 2015 году Игорь Дадон еженедельно получал по миллион улеев на так называемые протесты, в которых участвовал он и его партия. Старая история, давно рассказанная Андреем Нестасия и Рената Усатым, ожила в нынешней предвыборной кампании. Чтобы минимизировать последствия, пропагандистский рупор социалистов манипулирует словами и передергивает. Пропагандистские телеграм-каналы социалистов, в том числе и их главного идеолога Богдана Цирди, искажают сказанное Рената Усатым в предвыборных дебатах и пытаются убедить зрителей в том, что Усатый якобы утверждал, деньги брал не только Дадон, но и Нестасия. Это классический фейк, мишанина реальных слов и лжи, попытка осмеять и вызвать недоверие. Давайте проследим, как развивались события. В сентябре 2015 года гражданская платформа «Достоинство и правда» заняла площадь Великого национального собрания в центре Кишинева. Там уже около двух недель был развернут палаточный городок. 23 сентября к парламенту не спеша стягиваются социалисты и сторонники Рената Усатого. Они тоже изъявили желание протестовать против режима Плохотнюка. Спустя четыре года в одной из телепрограмм выясняются причины появления социалистов у парламента. Андрей Нестасия рассказал, что Игорь Дадон получал от Плохотнюка по миллиону леев еженедельно для симуляции протестов и смягчения их эффекта. Игорь Дадон получал от Плохотнюка по миллиону леев еженедельно на Плохотнюк. И, в той же дискутии, Рената Усатый предупреждал, что Игорь Дадон получал от 1 миллион леев еженедельно для Плохотнюка. Игорь Дадон получал это в вашем возрасте? Да. Позже все это подтвердил и Рената Усатый. Игорь Дадон получал от Плохотнюка по миллиону леев еженедельно. Игорь Дадон получал от 1 миллион леев еженедельно. Когда Игорь Дадон предъявил эти свидетельства в телеэфире и предложил пройти тест на детекторе лжи вместе с Усатым и Настасия, он отказался. Аи че это не возможно демонстрат, че не имея дефекта, дамея вы или они двои. Даро обе, че в студио, у сказали, что они готовы к тебе с этим тестом полиграфом и ацет с этим тестом, че не имея дефекта. В телепрограммах, на которые ссылаются пропагандисты-социалистов, как Настаси, так и Усаты говорили, что деньги у Плохотнюка брал только Додон. В целом, все предельно ясно. Только не ясна и ожидаема реакция Генеральной прокуратуры, которая должна была бы разобраться в этой истории, поскольку Игорь Додон, когда получал эти деньги в 2015 году, был депутатом парламента. Пока прокуратура бездействует, но предпринять какие-то меры никогда не поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова